И Владимир Крамник играет с Сергеем Мосясяном тоже. Не безинтересная эта артина. Не безинтересная, да, вот они два красавчики. Вот что-то они говорят друг другу. А вот Сергей Мосясян, в общем, он полиглот у нас. Он говорит на всех языках и замечательно. Более того, мне говорили словаки и чехи, что и по-черски, и по-словакски он говорит без какого-либо акцента. Хотя это разные языки. Похожие, но разные. Молодец, большой молодец. Легкая голова окружена. Давайте пойдем. Давайте с этой партии начнем. Вот, Гельфанд, на коборах Гельфанд. А6. Вот теперь... О, посмотрите, такая улыбка появилась. А4 он хочет пойти сейчас. Нет. У него появилась улыбка на лице, и с такими шутками ты приехал к нам в жмель. Да, да, да. С этой хохмой ты приехал к нам в Одессу. Да, что это такое? Ну что, Е2, Е4 сейчас пойдет. Ни в коем случае. Предельно аккуратен. Аккуратен. Руслан Кономарев с Крамником играл эту позицию. Нет, слон Ж5. Слон Ж5 это так себе ход. Осуждаю его. А что это за ход слон Ж5? Осудили мы с ней дружно генерала Пиноченко. Абсолютно, да. Не, а что это так... А, я понял идею. Он хочет на коне Ф6 пойти Е4. Вот в чем хитрость. А, то есть есть АФ6, пусть пешечками походит. АФ6 пусть походит. Нет, Боря отказывается от такого счастья. Он слон Е7 пошел. Ну, посмотрим за партией Раджабов. Карлсон Раджабов тоже очень интересно. Любопытно, да. А, старушечка такая, да? Старушечка имеется в виду староиндийская защита. Для людей, которые не привыкли к современному жаргону. Правильно я говорю? Правильно, да. Но мне кажется, это старый жаргон. Нет, не старушечки-то не было. Он в этот самый... В пирца какого-то перешло все непонятного. В пирца уфимцев. Но здесь слишком много фигур. Здесь вся борьба впереди. Вся борьба впереди. А где еще впереди? Ну, он увел Араньян. Давайте на Араньяна глянем. Есть у нас Араньян? Есть, конечно. Куда же. А, не помнишь Араньян? Мы же говорили. Не помнишь Араньян. Вообще, мне позиция черных нравится. Потому что белые куда-то что-то такое еще не рокировали. Бродят конями. Нет, так это же если... Ну, известное дело, конечно. Он D3 ходит просто, чтобы все вот эти вот ливоновские штучки... Чтобы маршальские всякие, да? Погоны. Маршала, да. Маршала даже не обсуждать. Я думал, Лимонович раньше где-нибудь там конь f6 пошел. Там Берлин какой-нибудь. И вот странным образом... Ой-ой-ой. Уже лучше у черных. Да. Уже лучше у черных. Доволен ли он Араньян своей позицией? С одной стороны доволен, да. А с другой стороны... Вернул коня на c6. Упс. В принципе, лег. А что он задумался? Вот о чем? Какой ладью брать, вероятно. Ну да. Он сам не любит таких ходов. Ливон, когда слон g5, слоны на коня меняют и так далее. Ну, конечно, да. Нет, вот поэтому он его изучил. Вот все пошли обратно. Все пошли обратно, да. Ну, не самая интересная партия. Не самая интересная. Накамурушка, что там происходит? Вот. Вот здесь Накамурушка хочет поставить мат. Интересная, действительно, позиция. Давайте, давайте на ней остановим. Давайте ее поизучим, да. Ну, так fe просится ход, наверное. Fe и f6. Этот ход. Да, fe и f6. Fe и f6. Встречает, Барис Гельфанд, этот ход. На g6 отдает, но рассчитывает на слабость пешки е3. Короткая, как удар, мяча, рокировка. Это жертва. Нет, никакая не жертва. Тяжелая позиция у Гельфанда. Просто тяжелая. Да. Ход a6. Не оправдал себя. У белых два слона. И я не вижу, как черными играть. Я вообще не вижу. Ну, fe единственный ход. Слон же шесть. Я думаю, что, да. Можно взять на... Не, ну, как взять. Слон же шесть надо взять, да? Наверное, а что же. Наверное. А не, он уж играл afe. Вот я хотел... Я же начну играть сейчас уже. А чем играть-то? Ну, конь у меня сейчас, слон выйдет в игру. Куда? Как они выйдут? Вот нам показывают партию Карлсона с Раджаву. Там тяжелая игра. Да. Затяжная, ничего не разменено. Это длинная игра. Не, ну, давайте смотреть за этими, ребята. Не, не, давайте вернемся. За Карлс... Пардон, за... За Гельфандом с Накамурой. Да. Интересная партия. Ну, а что же я? Почему же я не могу на e5 побить? Не, он сначала взял на f1 и только потом взял на e5. Ну, он так просто пожертвовал пешку из общих сабра. А если здесь слону на e5? Ну, наверное, в этом весь смысл, иначе вообще ничего не будет. А, тогда он бьет на g6. Нет, на ферзь бьет, да. И не ферзь бьет, я три шаг, я ж. Ну, там опаснейшая позиция, по-моему. Ну, в пасти фигур не осталось. Зачем она же такая опасная? Ну, да, ну, так надо посмотреть здесь, что к чему. Не нравится эта позиция тоже. Он понимает тоже, что не осталось фигур. В то время как маятниковое движение Бориса Абрамовича с какой-то фигурой... С пешкой, по-моему, да? С пешкой он продолжает плавство. Нет, с ладьей. С ладьей. Это была ладья. Очень важная, кстати, в спортивном отношении партия. Взял на e5, вот сейчас мы ее посмотрим. Ферзь f3. Разумно. Другие фигуры не меняет. Не менять. Надо слона вывести, а что тут думать? Слон e6. Да, теперь он бьет на e6, и переводит коня, пытается, значит, коня перевести на f4 или на d4, пытается... Герсону надо разменять ферзей, не так много осталось. Да. Немного партии уж осталось. Голубчик, друг, корчной, родной, не поддавайся ни в одной. Не поддавайся ни в одной? Да, конечно. Не, ну... Ну, между прочим, и на коморо стал верти... Да, но он вспомнил, что это заимственный жест, и вернулся. Не, ну а что, слон f5, я на e3 съел. Недоволен своей позицией на коморо. А кто был бы доволен, Марк? Нет. Мы не были бы довольны. А, да. Конь d4 он должен пойти, а я пойду c5 просто. Да нет, проигранное у него положение. Ну, прямо с поигранное. У на коморо? Ну, конечно. Ну, пешки-то нет. Пешки-то нет. Ну, f5 надо играть, а что тут думать-то? С прекрасным положением. Конечно. И пошел он. g4. g4. Резок. Резок. А, да. Он хочет, что... Ферзенцев... Навести шухер, я бы сказал. Ну, да. Шах хочет дать. А что шах? И куда? И потом коня вести куда? Нет, ну, сейчас нельзя играть слон e6. А слон d3 почему нельзя играть? Там будет шах? Слон e4. Шах. И конь пошел. Ну, g4. Ферзенцев. Аккуратно играет Ларис Гельфанд. Вот это вот жерт. Жерт непрофессионно. Взялся за гуш. Вот, вот он подсчитывает, досчитывает. А времени у него, дорогие друзья. Правильно? Да, 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 да. Ферзь бьет e7, Ларья e7. g5. Коробочка Перковского, обратите внимание. Обратите внимание, да. Но теперь надо все фигуры обратно выводить. А, не, ну можно же... А, вот слон возвращается на b5, а теперь... Съел перку. Что же я такое сделал, означает жест на комору. Вообще, он меня разочаровывает. Мне все говорили, что это гений Блица, вот. А теперь я вижу, что он как-то и пешки зевает. И пешки зевает, да. Ну, конь b3 пойди уже. Ходи конь b3. Зачем же? Он съедит, он b4, конечно. Он хочет конь b3 пойти. Это не хочет зевать. Теперь... Так, теперь уже Борис Гельфин собирается выиграть. А что со временем мы не можем... Ну, судя по показаниям наших электронных часов... Ну, уже, наверное, шансы на выигрыш у Бориса, да? Да. Шансы на выигрыш мы сейчас его... О, он хочет владельник. Наконец-то. Владель g4 шах повис. Да. Он все равно же владель g4. Ну, король b3 играет. О, а это что такое? Он не взял ножи 3. Любопытно. Любопытно, да. Еще не так просто выиграть. Конь на c5 на а5 перейдет. А сейчас взял. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Не, ну, король идет на d6, пошел c5 и выигранная позиция. Пальчиком. Пальчиком помогает себе хитарочка. Нет, опять. Опять бара. c5 все равно. Нет. Нет, ц5, конь б7. Конь b7. Плох. Нет, позиция уже ничейная. О! Опять! Вот она в чем шла. Вот. И слон обрезает коня. Не побоимся этого слова. Не побоимся этого слова. А что, дамы и господа, сейчас выиграет. Если Боря, то будет уже где-то на призы претендовать. И отрежет Хикару. Хикар поднялся на стуле. Надо посчитать. О, король Е5. Правильно. Готовится к конь Д4. Не сразу играет конь Д4. Спокойно. Слоу Е4. Нет, нет, нет. Надо четче ставить фигуру. Четче, пожалуйста. Ну что? Пешка прошла. Нет, король Цуг-Цванг. Цуг-Цванг. Он же коробочка Перковская. Он же коробочка Перковская. Да, да, да. Вот он, треугольник волшебный. Треугольник Петрова. О, ничего себе. А что это за фокус? А что это, Боря? Нет, выигрывает Боря. А что это за фокус такой? И сюда. Да. Протянул руку. В знак. Давайте быстренько. Быстренько. Карлсон Раджабов. Важнейшая тоже партия. Ой, а король-то на Ф4. Такое впечатление, что Раджабов, первое впечатление, что Раджабов не может узнать. А пешка, между прочим. Не, а фигур поровну. А пешка лишняя, между прочим. Да ладно, он сейчас мат поставит на чернопольном-то слоном. Или получится. Сдался Карлсон, да, таким жестом. Каким жестом, да. У меня сейчас тоже были какие-то сомнения. О, здесь известный Энншпиль. Известный Энншпиль. И тоже, мне кажется, все подслушали эту рекомендацию и пытаются сбоку обрезать короля. Оп. Пата нет. Пата нет и желать его нечего. Есть Ленин, гроб и согменные плечи. Как тут вся надежда на пат. Да. Да ничего, партия кончится. Вы думаете. Чувствую нутром. Не будем смотреть за мучениями. А вот Крамник выиграл, между тем, Огмав, Сесиа. А что смотреть на Савченко-Мамедов? А нам интересно. Ах, вы в этом смотрели? В смысле, да. Ну, выигрывает, вероятно, Зевнуфилов. Рауф Мамедов, да. Рауф Мамедов. Рауф Мамедов. Не помнящий проиграл Аронянову. И таким образом вопрос о первом месте снят. Да. Хотя осталось еще. Не, ну еще несколько... Несколько туров. Немало туров. Аронянов опережает соперников очка на 2,5. А вот больше. Сейчас Карлсон проиграл, так что больше. А, ну Раджабов. Вот Раджабов. А-а-а. А, вот Раджабов. Ну, мы сейчас посмотрим турнирное положение. Мы сейчас видим, как... Ну да, просто обыграл его, да, и все. Ливон, как обычно. Напрасно, напрасно все-таки показал ему. Хотел, как обычно, а получил. Статью из Википедии напрасно показал. Ведь Ян же и сказал Ливону о том, что он хорошо играет. В этом-то все и дело. Не помнящий проиграл. Нет, еще нет результатов, кажется. Ну как, есть. Не помнящий проиграл. Нет, результатов нет, но мы можем посчитать. Давайте посчитаем. Потому что у Ароняна 22 очка. Кошмар какой-то. У Карлсона как было 19, так и осталось. Три очка разрыва. Да. А вот у Раджабова... Стало? Стало 19. То есть он догнал. У кого? У Гельфа. У Гельфа на 19. Чудно. А Раджабов где у нас? Ну, Раджабова 19, да. То есть они отстают на три очка. На три очка отстают. Дружно. На три? Ну как, 22 и 19. 22 и 19. Кошмар. На три очка отстают. Не помнящий таки осталось. Кто он... А, смотри, сколько очков у... Ну, шах. О! Сколько очков у Мамедова? Среди согласился на ничьем. Да, да.